Вот этот водонагреватель, как только нам заглушили горячую воду, мы сразу его купили, нам приехали, установили. Он у нас стоит уже с сентября 2010 года. А вот и аккуратно сложенные чеки и акт обследования. В последнем черным по белому значится, трубопровод на горячее водоснабжение демонтирован. Пенсионерка собрала все необходимые документы. Доказательство того, что она ежемесячно оплачивает счета. Крайний платеж был внесен 6 января, а звонки не перестают напоминать о мифическом долге. Вчера до часу дня позвонили шесть раз. Я пыталась связаться с представителями ТГК-14 невозможными. Меня и футболили с телефона на телефон. Потом кое-как я дозвонилась до одного оператора, и она проверила по компьютеру, сказала, да, действительно, у вас нет долга. Хотя мне вчера говорили, что у меня долг за горячую воду 4 250 рублей. На вопрос, что же делать, отвечают, не обращайте внимания. А как же не обращать? Пожилые люди большую часть времени проводят дома, а звонки тем временем поступают как на стационарный, так и на мобильные телефоны. Они звонят, 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 это же невозможно. Ну, приходит мальчик, придет, акция ставит, и идет, через неделю опять звонки начинаются. Чтобы помочь Ларисе Владимировне, мы связались с представителем теплогенерирующей компании. И они, на удивление, довольно быстро отреагировали на наше обращение. По данному адресу проведена была проверка. Проблем технического характера уже устранена. А данному абоненту автодозвон не будет. В итоге проблема длиной в 6 лет разрешилась за 4 часа. Если вы столкнулись с похожей ситуацией, то незамедлительно обращайтесь в филиал теплоэнергосбета Бурятии. Ксения Шабаева, Андрей Дармаев, Сергей Костенко. Новости дня.